Сегодня у нас 22 мая, 2023 год, понедельник. Ну что скажете, Николай Георгиевич? Вот бочки мы привезли, по милости Божьей нам достались. Красивые. Красивые и, похоже, материал достойный. Это во-первых. Бочки эти разойдутся и даже может и не хватить. Желающих уже много. Тут очень надо умеючи подойти, чтобы человека не обидеть. Да. И вот это вот распределить. Но это раз, это все это прелюдия. Бочки разрезаем здесь вверх. Они из-под масла. Потом будем обрабатывать, помоем. Постараемся помыть из-под масла. 200 литровый, по-моему 200, может больше. Да нет, 200 должно быть. Не, они бывают 200, 240, 220. Ага. Я не знаю сколько, но это вот такая вот. Достаточно. Хороший. А бочки нужны. Бочки. Для чего нужны? Для того, чтобы... Для полива. Нальем воды в бочки. Здесь поливать. Вот теплички нужно. Одну тепличку. Там бочка стоит. Тоже нужна. Вот. Потом дальше, если посмотреть, вот сюда нужно поставить бочку. Здесь стояла бочка, по-моему, да? Нет. Он там стоял. Вон там слив. Там. Мы его не поставили еще. Еще не поставили. Вот считайте. Считайте. Одна бочка. Вторая бочка уже. Третья. Две. А? Третья куда? В теплице. Третья в теплице. Вот здесь бочка была. Куда она делась? Странное дело. Нет. Она убрана просто. А. Убрана. Ну, в общем, сюда. Уже три. Надежды Васильевны. Хотя бы пару бочек. Под залог. Не хотя бы. А пара это гарантированно. Но она просит еще. Ага. Вон там вот тепличку, которую сделали. Туда нужно. Не матушке. Не менее трех. Ага. Матушка просит восемь. Ну, может, и поменьше. Так. От нескромности. От нескромности. И, кроме того, есть еще лагерные места. Там тоже. В общем, десять они разойдутся. В пух и прах. Ну что, благословляю Вас. Спаси Христос. Да благословит Господь наши трубы. У нас вот единственный бездельник это вот белый. Только охраняет тяжку. Чтоб она была полной. Без него. Чтоб никто не съел. Но ничего. Хотя тоже на нас одно мыши где-то ловит. Между перерывами. Между тяжкой. Ну, как бы вот такая вот. Брат Владимир сейчас собирается по пахоте пойти. Ну, а мне уже благословит. Ну, я не только по пахоте. Сейчас спера насос установим. О, насос установим. Чтобы промывать потом бочки. Да. И нужно все равно уже настраивать сюда. Да. Насос на этот дом. Погода позволяет. Сегодня солнышко. Сегодня яркое солнце. Да. Жаркое чувствуется. Жгучее. Жгучее. Кстати, без головного убора. Без головного убора. Те, кто собирается ехать, обязательно головной убор. Чтобы был. Носовой платочек с собой. Чтобы был. Не один. За стол. Носовой платочек. Это вот требование такое. Она есть для пользы. Губы вытереть. Усыпь. Да. Здесь мы картошку посадили. Это для матушки посадили. Это под мотоблок сделали. Единственное, я в лунки не положил опилки. Это, как говорят, от этого. Смотри, что делает. От проволочника. Нежица. А что еще ему делать-то? Черная бегает там. У нее котятки. Так она это. А котилась уже? Нет. Я имею в виду, внутри ее. Ааа. Она бегает, ловит там мышей. А этому-то что? Чуть-чуть поел каши достаточно. Ну так. А я решил засыпать сеном между рядами. Между гнездами. Сохраня. Сохраня. Да. Потому что она вот тут, считай, в буграх. Она сильно прогревается. Если дождей долго не будет, плохо будет картошка расти. Один из минусов этого. Ну в общем. А если будет сена лежать, она более-менее будет в теньки сохранять его. В тени. И еще пусть сорняка будет меньше. Сорняк тоже жидкий. А это и хватит сена вот этого? Нет. Это только часть. Вот сколько хватит, потом еще привезу. И хочу также сделать там у нас на огороде. Ну там, конечно, большой объем нам потребуется сена. Ну посмотрим. Насколько хватит. Это хорошее. Мне радует. Мне это радует такое решение. Да. И пролить можно будет потом. Пролить она удержится. Да. И влага будет сохраняться. И картошка будет хорошо расти. Тут сзади еще этот белый удобряет. Ходит. Я смотрю каждый раз в туалет сюда ходит. Лишь бы не выковыривал он. Ну все вот так вот. Спаси Христос. Единственное, осталось найти способ борьбы с колорадским жуком. Да. Мы очистки кладем на жипца, а он не идет. Не идет он. Не такой глупый. Да. Очистка ему не нравится. Ну вот так вот. Слава Богу за все. Аллилуйя.